Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители канала Про Цветок. С вами я, Пашки Ивич Анна, и это видео мы снимаем на основании тех многочисленных вопросов, которые поступали во время прямого эфира, а конкретно наше видео о поливе томатов. К сожалению, с поливом томатов не все так просто. Как правило, есть две крайности, и они достаточно распространенные. Это метко, но редко, и часто, но мало. У нас есть ряд огородников выходного дня, которые приезжают раз в неделю, а то и в две недели на свои овощеводческие плантации и начинают интенсивно поливать томаты. В среднем по 40-50 литров приходится на одно растение. К чему это приводит? К тому, что растения томатов формируют более глубокую корневую систему, уходят в более глубокие слои почвы, там, где она в плане температуры ниже. И таким образом возникает риск возникновения различных корневых гнилей. Если мы говорим о мелких, но частых поливах, а есть дачники, которых я знаю точно, они поливают утром, в обед и вечером из расчета пол-литра под одно растение. Это также ни к чему особо хорошему не приводит, потому что томаты формируют поверхностную корневую систему и они подсаживают себя на так называемую иглу, которая называется частый полив. И вы, к сожалению, вынуждены их указанием следовать, чтобы постоянно вот эту вот потребность в воде удовлетворять. Поэтому первое, и что самое важное, это грамотный равномерно полив, ориентировочно раз в 2-3 дня. Опять все зависит от температуры окружающей среды, от температуры внутри вашего парника или теплицы, от типа вашей почвы и непосредственно от способности ваших растений впитывать влагу. Поэтому, еще раз повторюсь, это в среднем 1 раз в 2-3 дня. Вторая и немаловажная особенность при поливе томатов, это тот объем воды, который необходимо проливать под наше растение. Конечно, то, сколько воды нужно растению, будет определяться той вегетативной фазой, в которой оно находится. Если мы говорим о начальном этапе развития растений, то там объем воды будем постепенно увеличивать с литра до 3. Если у нас растения начали формировать первую зависть, начали формироваться первые цветочные кисти, то постепенно мы будем увеличивать уже этот объем до 5 литров. Если у нас идет цветение, завязывание 3-4-6 кисти, то мы будем увеличивать объем воды, который проливаем под растение, до 7-8 литров. И к моменту завязывания последней кисти томатов мы можем довести этот объем вплоть до 10 литров. Опять же, будем ориентироваться, как говорится, по местности. После того, как ваше растение томатов завязали все кисти, то необходимо постепенно снижать количество той воды, которую вы предлагаете растениям. Потому что чрезмерное количество воды, так же как и недостаток, приводит к более растяжению сроков созревания наших плодов. Поэтому будем постепенно снижать снова до 5-6 литров на одно растение. Третья немаловажная особенность, это то время, которое наиболее благоприятно для проведения поливов наших томатов. Конечно, сейчас многие начнут писать комментарии после того, что я скажу, что это невозможно, это нереально. Но тем не менее, растениям не прикажешь. Они лучше усваивают воду, если мы будем их поливать в более ранние часы. Особенно если это жаркая, знойная погода, то тогда полив однозначно следует отодвинуть на раннее утро. Таким образом, мы поспособствуем тому, что растение активно поглотит всю воду, которую мы ему преподнесли. Оно восстановит свой тургор и будет спокойно реагировать на тот стресс в виде жары, который сейчас присутствует у нас в Беларуси. И будет более, скажем, мягко, корректно, более урожайно развиваться и завязываться. Если нет возможности поливать в ранние утренние часы, то тогда отодвигайте полив, но не на вечер. Потому что к вечеру растения становятся более пассивными, всасывающая способность у них снижается. И поэтому, когда мы поливаем растения вечером, мы как бы заливаем корневую систему. И когда растение условно просыпается, ему необходимо сначала поглотить эту влагу, прийти в состояние равновесия, а затем надо реагировать на какие-то изменения окружающей среды, что не есть хорошо. То есть мы будем поливать растения томатов днем. Четвертая особенность, она почему-то вызвала очень много вопросов, опять же, на прямом эфире, это температура полива томатов, температура воды. Кто-то даже писал, как поступать, когда есть вода, температура которой составляет 40 градусов, можно ли ею поливать растения. Я отвечала, что нет, нехорошо такой горячей водой поливать растение. Лучше бы ее разбавить и довести до оптимальной. Оптимальная температура полива – это такая приятная вода, порядка 20-22 градусов. Поэтому одинаково как горячей водой, так и холодной водой, если речь не идет о капельном поливе, мы поливать не можем. Следующая пятая особенность – это форма полива наших растений. Существуют две основные формы полива – это подкорень и капельный полив. Конечно, если мы говорим о хороших, обычных, комфортных условиях для роста и развития растений, то тогда мы однозначно будем поливать аккуратно, методично под корень. Если мы будем говорить о сниженной влажности в теплице, о тех условиях, которые будут, к сожалению, препятствовать завязыванию плодов на наших растениях, а мы знаем, что оптимальная влажность в теплице должна быть порядка 55-60%, то тогда можно для снятия этого момента прибегнуть к такому агротехническому приему, как дождевание. Если у вас растение находится в открытом грунте, то, конечно же, для него будет характерно наличие дождей. Очень часто бывают затяжные дожди, поэтому после того, как заканчиваются дожди, мы ведем профилактическую обработку защищающими препаратами по листу. Это может быть, в первую очередь, фитоспорин. Дождь закончился, растения немного обсохли, час-два, пошли, обработали фитоспорин. Также был вопрос о том, можно ли совмещать основные поливы с подкормками, нужно ли чередовать поливы и подкормки, как лучше поступать. Можно и нужно совмещать поливы с подкормками. Но опять же, если вы ведете подкормку концентрированными растворами, маточными растворами, то сначала мы интенсивно проливаем наши растения, а затем кормим. Если мы проводим подкормку разбавленными растворами или рабочими, то тогда можно совмещать подкормку и полив в одной лейке. На этом я с вами прощаюсь. Всего вам хорошего, до новых встреч. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, оставлять свои комментарии, в том числе и вопрос, на который мы будем снимать новое видео.